Ворота 1, Аляска, 28.17, номер рейса, супер, всё, 12.15, сейчас 7.53, вот показывает 17 октября. Лечу, смотрю в иллюминатор и балдею. Ну и по аэропорту можно сейчас понять, насколько в большой город я приехал. Ух ты, это уже всё, это уже конец аэропорта. Всё, выход. Чудыкин смотрит, некоторые на меня улыбаются. Понятное дело. А вот моя сумочка, сейчас мы будем уже вещи выкладывать, что надо, надевать. Не было счастья, да несчастье помогло, из-за того, что я забыл сумку, забыли они, вот приехала за мной такая штука, это трансфер по-аляскински называется. Конечно же, такой здесь должен быть, типа нашего буханочки. Вот мой водитель сидится. Ну всё, вот меня привезли в гостиницу, дали тачечку, потому что мне тяжело идти с большими сумками. Дали ключ, я им оставил чек. Ну иду, будем знакомиться с местным гостиничным бизнесом. Пингвинов не таскать сюда. Ну это подарок судьбы, что я могу сказать. Ну это подарок. Хорошо, что они забыли мой этот самолет, велосипед. Меня таки поселили в шикарную гостиницу Аврора. Пишет 2,52 дня. 14 градусов Фаренгейта, оказывается минус 10 градусов Цельсия. Но чувствуются они, ощущаются очень комфортно. Тех, кто думал, что я еду в одних шортах, был немножко прав. Но так же я вот, я же готовился всё-таки. Солнце вышло, это прекрасно. Забыл надеть очки, хотел очки ещё проверить. Сейчас просто самое время погулять из гостиницы. Поселили меня шикарно, спать хочу сильно. Вот, поэтому хотелось, конечно, сейчас остаться в гостинице поваляться. Но надо прогуляться. Для того, чтобы понять, у меня всё-таки разная комбинация вещей. Термобельё есть, лыжные штаны, простые джинсы, перчатки, носки. Ну много чего, всего. И надо понимать, что, как, с чем одевать. Поэтому решил не терять времени. Тем более, сейчас полчетвёртого, через полтора часа у меня будет обед. Который включён в моё проживание в этой гостинице. Естественно, его пропускать не собираюсь, я очень голодный. Иду в магазин для того, чтобы консервы себе какие-то взяли. Отлично со мной здороваться, когда я иду пешком. А если буду ехать на велосипеде, я думаю, я вообще буду заслуживать мега внимания. Цены, конечно, очень высокие, потому что Заполярье, особенно на Орешки. Ну как это 7 долларов за такую пачку? Вот, ну взял ещё себе сушёного мяса. Наконец-то я собрал велосипед. Сегодня у меня 18 октября, 12.21. И сразу перейдём к небольшому обзору. Ну это, естественно, туристическая рама. У неё вот, это её геометрия. Дополнительное расположение болтов, чтобы, ну, эти бутылки, это стандартная, насос. И вот снизу, где можно ещё этот примус для кирогаски, здесь у меня будет бензин. Привод на ремне, это, конечно, чудо, потому что у цепи намного меньше ресурс, тут ресурс в разы больше, плюс не надо не смазывать ничего, ну, если совсем уже будет грязно, просто достаточно сполоснуть водой. И планетарная втулка, 14 передач, спрятанный внутри. Дисковые гидравлические тормоза, резина швальба, стоит крылья, багажники, седло, ну, тут всё уже более-менее понятно. Передний багажник, флаг Украины, у меня стоит ещё, который с Азии, он у меня выжил из Кубея, круто, будем ехать с ним. Также у меня чуть ниже с ветром расправится VPN Unlimited, этот продукт моих спонсоров KeepSolid, фирма. В передний багажник с дополнительной подножкой, когда велосипед гружённый, из-за того, что слишком далеко стоит задняя подножка, велосипед может завалиться. Чтобы он не завалился, есть ещё впереди дополнительная. Динамо-втулка стоит, которая питает передний свет, задний свет. Управляется она с помощью, вот здесь вынесена кнопка, также есть выход на USB-переходники, можно заряжать телефон, ну, или другую какую-то технику. Это крепление под сумку, которая будет у меня впереди, помимо раз, два, три, четырёх, четырёх сумок. Это крепление уже под камеру сделал. Звоночек с компасом. Он-то, в принципе, работает, но здесь сумка с магнитиками, и он сразу сбивает. Вот, основная, ну, ещё красиво всё, все трубки спрятаны в раму. Так что, в бой. Класс! Попутный ветерок, и я таки выехал! Это круто! На самом деле, стрёмно. Честно, стрёмно, и было согласительно, когда мне предлагали остаться ещё на ночь. Но надо, надо уже выехать, надо уже... До Аляска! Ура! Класс! Продолжишь путь до этого же места. Я говорю, хорошо, но метёт вообще по взрослому. Сейчас 8.15 утра, 19 октября. Сейчас должен приехать служить, который вчера меня с трассой забрал и привёз сюда. Обещал, что будет ехать на работу, он видно, 7 градусов по Фаренгейту. И отвезёт меня. 8.21 утра, и мы таки выдвинулись в дорогу. А вон бизоны или зубы, кто вы там, ребята? Куда ты намылился? Мелкий. Он вообще мелкий, на самом деле. Так вот, у него вот плечи и башка здоровая. Плечи и башка здоровая. Вот меня подвезли и оставили меня в архтической пустыне. Ну и что, что замёрзли бутерброды, зато они у меня есть. Холодно. Не то слово, холодно, очень холодно. Красиво, не то слово. Я переживаю только за то, как делать туалет. Самый большой недостаток ехать на велосипеде, это то, что быстро потеешь, влажность поднимает. И вот потом начинаешь мёрзнуть, ёлки-палки. Впервые обычно, когда я еду в путешествие, у меня тепло, а в Одессе холодно. А теперь в Одессе тепло, а у меня холодно. И сейчас я иду пешком, потому что и чувствую, что так намного лучше. На велосипеде, когда я еду, пальцы ног не действуют, и очень сильно замерзают. Уже солнце скоро садится. Я вообще рассчитываю сегодня увидеть северное сияние. Северное сияние! Ну нафиг я его вижу! Я его вижу! Вот оно! Вот оно! Холодно! Безумно! Ну оно такое офигеновское! Офигеть как это! Совсем не хочется вылазить из спальника и из палатки. Прям катастрофически. Здесь тепленько! Вот я сплю в термобелье и в принципе тепло. Не знаю как я здесь вылазить буду, не знаю.